Самодельные украшения, глиняная посуда и картины – всё это сделано с любовью и нежностью. Эти товары могут помочь обрести кров многодетной семье, а ученику вернут зрение. Белоснежную кашму, украшенную орнаментами, на ярмарку принесла ученица 12-го класса Айгерем Сарум. Процесс вышивания непростой. Мне помогали педагоги и одноклассники. На базаре мы купили ткань. Всё остальное сделано нашими руками. Часть вырученных средств передадут матери троих детей. Об истории Балагуль-Толубай, которая полгода скиталась с детьми по городу, казахстанцы узнали в начале года. Тогда женщина перебивалась случайными заработками, а отец семейства после развода пропал из их жизни. Чтобы поддержать их, гости ярмарки не раздумывая отдавали деньги. Я купила такое яблочко красивое, детки старались. Своим примером мы должны учить наших детей, чтобы они были милосердны к ближнему. Я, например, какую-то мелкую частичку свою могу оказать помощь этим людям, которые сейчас нуждаются. Помочь нуждающимся ученики решили и песнями. На школьной сцене они исполнили несколько композиций. После представления желающие складывали деньги в специальный ящик. Два песен больше не будет. Закончилось мероприятие аукционным. Самым дорогим лотом оказался самодельный кобыс. Его продали за 20 тысяч тенге. Также за 30 тысяч тенге с молотка ушли и две картины с изображениями дракона и цветов. Я купил эту вазу, заплатил за нее 4 тысячи тенге, понимая, что это капля в море. Ну, хоть какая-то помощь нуждающимся. Главная наша цель – это воспитать в наших детях доброжелательность, милосердие, любовь к окружающим. Такие акции у нас проводятся систематически, потому что к таким акциям мы уделяем очень большое внимание, потому что наши дети – это будущее наше государство. Добрые намерения учеников не остались незамеченными. Всего за два часа ребятам удалось собрать 750 тысяч тенге. Спасибо.